Продолжение следует... 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 Ну да... Продолжение следует... 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 ну просто суть в том что снайпер то обычно стоит довольно далеко от движухи то есть как бы и трайдер это не самый лучший герой может быть лучше просто перри как-то не знаю перебить чуть тише не наоборот наоборот мне чуть тише надо а как-то слышно кого громче кого тише как звуки это тусик команда empire играла с тускаром вчера в том самом матче которого никто не видел выиграли с тускаром без каких-либо проблем вообще тускар один из самых любимых героев на нсг команд большей степени да то есть мы помним играть холл-рейзер вспомним играть москопа и эти легендарные на тускарчике на хай-граунде там посиделки на хай-граунде хорошие игры ну что чем ответят navi 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 ну такой герой составлять немножко задуматься ну вообще да тускар это сразу такой блин подожди а как мы будем сидел разбивать а как мы будем прятаться дождя ж тема вон драться когда они нас будут вкатываться акс заслон такой и снайпера то есть инициатор врыватель который будет на себя обращать очень много внимания стороны противника впитывать себя масса урона что же очень важно счет персек скола вариант стандартный принципе вариант неплохой у империи уже есть по сути чем добираться снайпера ждет снова пола то бишь вариант не интересный есть получается два суппорта есть тролли не хватает вот так да ладно куда тут зевс подожди а что это за зевс ну тускар суппорт сколько я понимаю правильно как они его и зале империя в чашный матч суппорта кэшна лоха на нем катал так значит зевсу флэйны опять опять 100 самый зевсу флэйна ну мы видели что зевсу флэйна в принципе и был как раз таки товарищем который вносил дэмэдж ну причем все же тоже персонаж который может давать дэмэдж с дистанции огромные своих счетных ультимейтов или там просто молний ну хоть какая-то контра снайперу какой-то дэмэдж будет носить в принципе можно засчитать вич доктора от нави но в дэмэви это опять-таки когда влетает тускар на своем шарике туда залетает каски маледикт и довольно неплохая контра если влетает не на вич доктора что если влетает на вич доктора то обычно вич доктор на этом заканчивается сразу же моментально кстати это неплохая контра это кто же подумал но по у сразу кашечки маледик ок срывается может сработать у нами вот такого героя испугались и перца до пристал пэк который мог бы в качестве мэйн керри для нави зайти в принципе да что 5 бан чтобы империи не хватает по идее бидера какого-то то есть если там не пойдет случайно резолюшина здесь все кататься думаю вряд ли ну а почему бы и нет тролль пойдет легкую резолюшина здесь все в миде против снайпера там или но вот интересно интересно что возьмут имперцы сейчас очень интересно за банили дабо трайдера то есть испугали с нами этого героя но флэйн мог сайте они действительно думали что зевс может пойти в мид лейн запросто какой-то эмбер возможно ли перри заедет или магнус очень нравится в том плане что можно инициировать прыгивать убивать еще можно забираться до снайперов особенно очень хорошо сплавляется эмбер осталось еще полминуты сейчас у имперцев для того чтобы решить а кем же они все-таки будут играть что йоги чем порадуешь он задумался я все-таки больше стороне того чтоб звезда бит не пускать типа очень много героев слейд потенциалом отличным которые могут пойти на бедение и форме цепи артистов сложную но блин этого герой в принципе ожидалось увидеть резолюши на нем будет откатывать герой принципе который неплохо заходит в пик в плане того что можно довольно серьезно усиливать тролля за счет импауэра ну и конечно же это возможность инициировать инициировать и проводить хорошие замесы а ну лять сколько у тебя там доте звук стоит слишком много людей пишут что в доте чуть громко ну что магнус от империи тоже действительно если мне показали этот пик без пускара я бы сказал что это просто-напросто пик команды navi магнус тролль бинга это прям разор а опасно опасно очень интересный пик от али получился теперь решил сдавить просто тем оружием и чем обычно навидают своего оппонента выигр тоже умеем и на магнуса контролях катать сейчас мы это покажем интересно да действительно интересный выбор от команды navi и вот этот разор последним пиком вот есть мнение что грубо говоря это была какая-то не знаю домашняя заготовка что ли я сразу знаю ну да потому что они выпекли практически инстантно вот сразу магнусы на разом над разором долго не думали просто взяли все хорош разор тем что он совмещает принципе функции танка и дэмбедж дилера в драке в замесах там более поздней стадии игры будет очень серьезно помогать аксу на отталкивание противника привлечения к себе внимание ну и плюс снайперу для нанесения дэмэджа это может сработать что давайте смотреть давайте смотреть эту игру давайте смотреть на то как будут играть между собой navi empire ну должно быть интересно так давайте смотреть так за рейдинг на собственный импайр сален сыграть на тролле конечно же на нижней линии будет фармиться портимуют line avenge full spirit и вторым суппортом будет алоха на тускар чеки в миде резолюшн на зевсе и сложно отправляется йоку на магнусе ну да это тот знаменитый собственно магнус от йоку который который много хайлайтов уже на ютубчике создал в общем-то своими активными действиями своими реверс поляритами это тот самый знаменитый сент кинг от йоку это самый знаменитый магнус от йоку это тот самый знаменитый кто там еще акс от йоку и тут у него реально у него все да 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 ну сын кинг конечно и магнус у него очень хороши это да ну и нави нави ел нас пока бегает и вич докторе рядышком из четвером собрались на висок облах конечно же на иесе фобос будет стать сложно accident и расстреливать всех миде на снайпере ну и хвост фармящий разор на легкой линии поглядим поглядим как пойдет и так напоминаем что формат встречи best of 3 команда которая выигрывает попадает в минимум топ-3 минимум топ-3 финал венеров который будет сыгран тоже сегодня вечером как раз таки после игры invictus gaming против ninjas и пижамас на сцене будет сыгран финал венеров и на этом сегодняшний день должен закончиться так что сегодня как минимум мы увидим еще одну игру либо empire либо нави и будем в любом случае топить ну что будет они играть не друг с другом будет и не играет либо с непами либо с айджи ну судя по всему с айджи потому что айджи там конечно валят сейчас прям как не в себя на сцене так он встречается на медлине резолюшин старается топить закупа у него на фаст фото в принципе стандартно у дэнди есть рейсб так ну да посмотрим как у дэнди тут дела пойдут против резоля в принципе резолюшин должен получать свое как бы стоять с ранжи далеко себе настреливать особо его деньги прохарасить не сможет аут резолюшин как раз таки может прохарасить активно этим занимается да я просто резолюшин слишком далеко не вылезать и подставить случайные шаппельки и можно погибнуть элементарно просто 295 спида у зевса то есть это очень мало дэнди конечно не больше но для того чтобы еще шаппель можно будете пробивать 11 здоровья убивается довольно просто глаза не подстрелять просто держать дистанцию все будет окей там легкой на сайлент вместе с план стоят против фобоса на аксе тот самый акс ну и хвост на разорик легкой пока мы видим бан один имеет крипса так йог у нас все временем делаются отводы в исполнении йола поэтому йогу просто пытается помешать порвать experience разменивается пхп с йолом ой-ой-ой-ой какие же больные тычки-то от макруса залетают про масло с хивером а я это может быть ошибка для йогу ой-ой-ой-ой еще касочки не туда полетели но закрывает его он не пройдет он не пройдет йогу проблемы у него и шок вейма его не хватит можно отдаться нейтралом йогу отдается ли одна тычка еще фраг забирает хвост первая кровь от команды navi ошибка ошибка да на секунду показалось что просто просто пролагал йогу потому что он видел что в каком направлении движется вич доктор он знал что с хивером должен его цеплять но как будто сделаем проехался и не зацепил там даже что большой дистанции и в итоге действительно без escape уже было в таве не отпустили но так спирс бат начинают таве хорошее начало для разора в частности который помимо free фарма получает еще деньги за фб но тут слишком далековато сказать так залез елку слишком перри боковал слишком обнаглел ну и вот вот так вот ответка теперь может получиться весьма неплохой потому что здесь под смоком побежали алоха и флай мид скорее всего на тензи но вот это вот интересно потому что кудой они пойдут может быть и на топчик пойдут может быть и пойдут на топчик сейчас посмотрим алоха идет на топчик флай вместе с ними будут проблемы здесь у елла елла в лесах же стоит его спарят еллу вообще невозможно будет уйти правда там отгоняют и полетел шарик ел привет братан и ел таверна отличный ганг вот они импайр вот так вот они играют здесь разор но у разора тут не стоит гнать потому что он там даже может наковырять ну даже воду ресторе еще не успел визутор активировать слишком быстро его снесли буквально за один стан снова пола ну и хорошая вылазка от империи получилось но в принципе вот эта парочка в энджи фулл спирит ускар могут не останавливаться они не жадные суппорты им особо фарм не нужен то есть собираются нон-стоп вместе и давай сразу гангать по всем статьям я вилка блак не очень удачно фиссуру выдал не перекрыл дорогу резолюшу на таки резоль спокойно уходит в резоле есть банка у резоля 15 на 2 крипстат у дэнди 17 на 5 совсем немножко на деньги все-таки получше стоит линия пока 11 пока фрагами разменялись грубо говоря до плейнер на суппорт все нормально все культурно все все стандартно сайлент 23 на 6 ну сайлент сайлент моёд сайлент умеет фобоса пока тяжеловато но фобос взял уже третий левел и близок даже к четвертому на линии держится суппорта ушли и поэтому фобос почувствовал волю на этой самой линии слишком далеко вышел даже успел крепочка подзабивать немножко experience получить вот вижу мне в принципе имеет за счет этого варда и поэтому приближение суппортов он сразу обозначить для себя и вот подойдет случилось получением третьего уровня второго контур келликса можно отправиться даже и в леса чем видимо фобосы будет заниматься сейчас посмотрим кстати габлак дмит несколько раз прибежал несколько раз показался резолюшину что я вот мол здесь чтобы резолюшин не особо наглел чтобы не особо лес по товара не напрягал дэнди ну собственно делает габлак то что он должен делать спорт шейкер то есть просто просто играет в имитацию возможно и не готов каждый раз когда он там центре нападать и делать какие-то фраги но имитировать он умеет неплохо причем сделаю несколько стаков для фобос фобос пришел просто зафармил много денег сразу килочку проюзывает левел 4 уже а здесь а лоха дэнс дэвэнвис прятался ой-ой-ой а дэнди если выйдет далеко из-под своего товара может подстрять а лоха ждет от того момента а лоха один на лоха один даже если на шарике влетит то скорее всего ну хотя 6 левел получит резоли можно будет попробовать дэнди все-таки сбери через ультимейта зиса но все а лохе надоело он ушел слишком долго ничего не делать на тускаре это не круто не стали врываться опять же пугались того что каблак рядышком стоит фиссуру выдаст и весь план империи пойдет под откос лучше было не рисковать и не подставляться лишний раз да еще может закрыть как магнуса и вообще будет привет пока ага решили не стоит пока затарился хускар мы видим купил там себе он стэш а еще один смог то есть будет еще одна попытка выбежать куда-то с флаем будет кстати привет пнг который нас смотрит и пишет что если честно я уже скучал по такому шуму в эфире атмосфера чувствуется если честно тоже больше люблю потому что такой сухой знаешь эфирный эфирный звук ну блин это не то надо на фоне себе ставить что-нибудь включать такой какой там со второго интернешнл или с первого когда там ты грубо говоря комментируешь и пытаешься даже толпой надо перекричать потому что тебе кажется что тебя не слышит такой крик это прикольно это действительно прикольно ну мы бы конечно хотели что было лучше но уж как вы сами понимаете спасибо что живой может на стриму только сказать максимум что могли вынести из качества по звуку и видео из этих тазиков в общем из организаторов тоже так что то что имеем то и подаем то в остальном все пока спокойно линия то есть формят кири герои спокойно разор выносит себе пт-шечку колечко оформляет базилис и также имеется примерно то же самое есть у тролля только файзы бойцы бэнд по грипп стату видим что тролли немножечко получше крипов добивает очень опять больше в целом все очень даже ровненько йоку смещается сложные линии надоело ему там стоят лову 5 обнул сапог 445 монет не сказала что не суперкруто фарм идет но эксперимент получает то есть и спа есть самое главное что есть больше 100 будет рп а дальше уже дело такое даже дальше как-то на даггер на собирать и все мы понимаем что требуется здесь от этого оффлайн магнуса просто в один нужный момент игры впрыгнуть и дать рп все более будет отлично более поздней стать игры то и двое это очень опасно сейчас флай вместе с алохой пробежались по двор дом видели это navi и идет план перехват так т.п. нет алохи уфа есть т.п. но ему не поможет проблема огромный сейчас у перцев поймали одного алохо ультимейт алохо минус и минус лайну это конечно я не понимаю что у них было в голове и что был за план вот так вот бежать смог же был в инвентаре тускар а он его видимо провязал но они будут пробежались по двор дом без мака а как так получилось может они слишком долго бегали до этого а черт его знает что-то я смотрю не бегут по двор дом типа они вот может быть тоже думали что у них смог на них висит их не видно но их очень хорошо было видно и на виба ментально среагировали халявные два фрага ой сайлент куда выходит ему двое встречают сайлент писсура пошла перекрыли дорогу фоба сцепляет бирск с колом успел топорики откинуть сайлент и коллег блейд и это минус вот это уже очень плохо все для команды для команды импайр то что их трипла только что просто умерла на ровном месте причем оба сапплей на зарабатывает а свой первый фраг для на мэйн кэри команды соперника у которого был топовый крем-стат и который блин что за ошибка я не могу понять небольшой фитфест исполнение empire странные две смерти от суппорта плюс тролль который может понимать что к нему будут двигаться понятно ну черт его знает как бы я вот может быть расслабились суть в том объясняю там елку погибает от хвостов стола расслабились как это назвать между матчами empire сегодня с утра выиграли смешно и в игре мачки по иренали решили поехать в отель и поехали в отель там поспали ну типа паха вот это вот поехали поспали пожрали в киевсе и так далее это типа очень плохо влияет на игру с другой стороны нави тоже ездили но нави может быть не спали и бодрячком так обсуждали матча то что происходит у импайр я не могу пока охарактеризовать как-то ну да сложно сложно придумать аргументы в их пользу и обосновать как-то и действия но пока это просто фит то есть погибла трипла снизу погиб на топе йоку в соло от разора что очень странно и 5-1 нави ведут да причем йоку которого а не было до сих пор нету только сейчас не появится 6 левел а у йоку 02 у него вот есть 6 левел обычно у йоку такого не бывает попытка была теперь сейчас выйти в лес поймать там акса немножечко не подоспелив обус вовремя смотался ну вот этот смог посмотрим будет результативным кстати стоит отметить что резолюшен покупайте перчаточку то есть будет делать хэндов пидас вот ходить такого формящего зевсапс куча артефактов а йолан из вылазка йол но очень больно втроем конечно это вообще без шансов ну и второй фраг опять-таки зарабатывают имперцы второй раз зарабатывать и не на еле проблем в том что если они влетят в разор они его так вот быстро них нет хотя 1200 хп уже уже они его и не убьют вот они еще есть сложно очень сложно будет не пассивка в тоже пока чуть на двоечку то что нужно а теперь дэнди уже madness покупает и дэнди прям все слишком хорошо затем 16 по тег вилла madness magic stick ну слушаем это слишком опасно искал слишком рискованное решение в этой ситуации а ты имеешь ввиду против кого против узкара вообще лишь в сах узкара макуса то есть только людей которые будут прыгивать и много в игре скрипт все есть скрипт и ты должен играть по скрипту других вариантов нет шаблончик шаблончик и ну опять-таки да немного опасно ну может быть быть дэнди конкретно знает что он будет делать пока он форме тэнши там типа вот аданы стать действительно империи не получается абсолютно ничего то есть они убивают только вич доктора стесно стайпер чувствует себя хорошо разочувствовать себя хорошо и такие быстрые артефакты они могут пойти только плюс все таки mom тут изначально быстро покупать для того чтобы ускорить свой фарм да то есть можно было так вот что фармить ты и крипов на линии быстро сливать это принципе неплохо если дэнди в течение нескольких следующих минут успевает покупать себе еще артефакты типа яши там саши яши пока бэшки то значит вам себя купил полностью ну в принципе так она я думаю будет мы видим дэнди вот буквально здесь за за полминуты на фармил себе 600 голды все нормально в это время в миде получал xp y'all у него скоро будет дэсбарт шейкера у нас на карте пока не видно шейкер не воруете вот у нас вчера был спор ты присутствовал при нем да когда спорили между собой я каблак йол по поводу сборки ес а и fly и ел доказывали что лучше всего это транквилл тапки и soul ring а каблак доказывал что нет это отстой лучше всего этот этот тапок и 20 лет у тебя есть хп у тебя есть монопул и так далее и плюс них можно что-то потом сделать они об этом кидали аргументы что там с танк виллами более мощный более плотный и всегда с хп бегаешь а этот тут типа статов побольше дает и в итоге к единому мнению они так и не пришли по моему ну каблак показывает что его не смогли переубедить каблак показывает что собственно я все равно буду покупать вот этих 20 лет и я не буду покупать транквиллы и солны хотя танк вилл и теоретически это вечная мана вечная хп то есть ты бегаешь станешь у тебя ну действительно она просто-напросто вечные и это очень круто согласен но с другой стороны кто когда смог в жизни каблака переубедить ну да это невозможно это не то чтобы тяжело это просто невозможно забирает собственно empire tower на топе в четвером они там были не стали на ту свинцера дефить эту вышку то есть первая вышка для имперцев случилось на 12 минуте нави забрали свой т1 немного раньше а фобос что уже с блинком нет он с вангуардом но тут проблема в том что под вардом бегал салента пятеро игроков нави были здесь салент вроде почувствовал последний момент что лучше развернуться и уйти отсюда было очень опасно в итоге нави забирает т1 забирает его пока хвост подбежал габлак чуть поближе габлак сейчас будет пятый левел денег у габлака хватает ну вот вот пока пока драк у нас нету когда у нас были какие-то попытки пиковов где-то кого-то там убили а вот какие-то серьезных замесов мы не наблюдали стараются команды по максимуму выйдет то есть набирает себе нужные артефакты в частности йоку конечно же ожидается появление своего блингдаггера арканы есть 1200 монет еще буквально тыщенку нужно где-то взять суши ты смотри что си дэнди приобрел это м-м-м-м-м йолнир будущий ну да мамчик и майлстром это еще и молнии летают просто разрыв неплохо что нави тем временем решает забрать рошана имперцы я так понимаю пока не догадываются хотя не видно никого на карте если посмотреть вид от в лица империи ну видят они хвоста видят они габлака может быть и понимают что нави скорее всего на рошане вот такой момент был что курьер перелетел под вардом и пошел краски сторону рошан и опять улетает отсюда то есть теперь я должна была понять именно по движению курьера где находится оппонент но в любом случае очень далеко магнус без магнуса драться вообще никого смысла нету единственное что империи может помочь действительно рп хороший качественный рпм ну и вот он вот он аэгис для полбаса я так понимаю для снайпера для снайпера конечно же для снайпера извините и тут же смог и тут же смог от нави и не побежали сразу же искать сайлента сальто не смогут найти сайлент опять вроде чувствует что грозит ему опасность на своих двоих ножками перебирая убегает по татвата вы там будет прятаться в это время его команда на топе подпушивает линию ну стараются максимум фарма конечно дать магнусу первую очередь йоку осталось всего лишь 300 мая до появления бликтагера именно после появления этого артефакта импайр должны будут заиграть пока да пока я согласен пока импари не особо то не особо чтобы играют они вот находятся пока в этой игре и ну по-другому наверное не скажешь так вот эти дамитрилхаммер уже хватает то есть майорстром появится всем скоро билд довольно опасно довольно ситуативный но в максимум урона через суперскую атаку через быструю атаку вот опять же проблема снайпера только одна если до него добираются убивать его будут очень быстро нам тут подсказали тот момент где мы не поняли когда убивали йола и ну не йола когда убивали флая так это флая там убивались то смега смог он провязал уже перед тем как его добили то есть он думал что фиб провязать смог и сможет все-таки скрыться но не понятно зачем они без смока изначально побежали да странно странно ну ладно у нас 15 от игры позади смотрим графики у navi на чистом фарме 3000 преимущества есть по экспириенсу полторы тысячи хотя это не чистый фарм все-таки лишние три фрага еще имеется плюс снесенные два тавара это тоже стоит учитывать так ну что же дэнди в миде тем временем уже практически готов себе обна перенести мэл штром тут у нас на большой экран включили пока пауза в матче они джин пижамас и диктус гейминг на большой экран включили игру empire navi и ну там там показывает то что происходило в игре совсем недавно хвосту чуть не убил циоку не вот у последнего бегал до этих смог смотаться на тп никто не перехватил немножко немножко не хватило на результате пылинг появляется отлично да да очень даже неплохо но кстати сейчас вот уже можно вот может не то чтобы можно сейчас уже нужно как-то устраивать драку самим потому что сейчас если посмотреть по позициям вот план и твор суда по каждой позиции основной пай отстают то есть кэри отстает по 300 мидер стоит на 400 флейнер отстает на полторы тысячи суппорта стоит на чуть-чуть ну и сумме мы видим это 3000 преимущества команды на и выливается и полторы тысячи экспы всем того что еще имеется египта я буду давить на его сносить товара и империя ну должна давать пой наверно с другой стороны понимаем что есть роль который сейчас маму что может сделать только с одной саши яши то есть ему то нужно его сказать пока вы еще что-то чтобы быть полезным есть девс который с видосом не забываем пока без артефакта в принципе только у токарклаб есть у него на хп так что блик даггер на я могусь хорошо но может быть даже недостаточно для драки 5 на 5 хорошей пока распределиваться товара на топе товар до 11 если ребята из на веса лент пытались это два благополучно забирает на топе т.д. пайр пойдут просто просто т.д. 3 царапать не потому что нави они знают что в пятером а на нижней линии и что на вид очень довольно долго надо будет драться степа и в итоге первый я уже игрок команды navi прилетел это габлак габлак 1600 габлак решил сделать довольно быстрый блин без аркан тапок просто блин ну в принципе это верно потому что здесь будет влетать тускар и туда куда влетает тускар если прыгает шейкер это прям блестяще будет 2 т.п. эмпайр на топ-лейн ловить ловить саленд ускоряется и топорики дает замедляет дэнди но дэнди тегис не забываем уже купил себе майор штром дэнди неужели будут просто продавать спасите дэнди плазмофил залибал о том что фобос должен сагрить по басахе лтенки сейчас появится это партио лайхов здесь его купрыгать его куда что сделать елку елку вузе телекоманда драйга просто хорошая попас погибает и дэнди стоит на файл и просто это минус 4 йоку и два живой какой демэдж выдал дэнди с хвостом да невероятно еще скорее всего не уйдет в нем вести турна еще одна сверху и парк хотели неплохо но все классно сделали если бы у дэнди не было эгиса потому что дэнди умер он стоял просто за из шардом и наваливал с мэттезом так и молнии там летели и хвост ультимейтом и фобос всех затянул под армор ну вот вот так и получилось это еще не было шейкера а прикинь в эту толпу прыгнул шейкер да там конечно йогу вроде пытался спасти ситуацию давал неплохой рп но дэмэджа мы видим что она не хватало и воду battle recap 2000 монет выигрывают нами 400 experience и конечно отличнейший пуст по деньгам и это скорее всего скоро отразится уже на графика да ой 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 там прям вообще все плохо очень у пар и артур приобретает себе блинг а с блин конта а с приком то повеселее пойду тела у нами драка да 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 и сейчас вот действительно каждый раз когда шейкер по сути шейкер причем шейкер вот такой вот как у артура в этой игре это самое что есть прямая контра шейкер вич-доктор для тускара для любимого тускара потому что ты в шарике катишься ты по дефолту оказываешься пятером одном месте просто стоишь и типа машешь артур вы здесь иртур такой яхт и акс тоже так оба а прикинь туда акс просто вич-доктор молитвик ты артур сверху ну типа и ты думай лететь или не лететь вообще его сидел масло будет связать вообще опасно очень то есть может даже не стоит куда-то там может только догонять а то же время сидел качать надо макс забыть про это сноубол но пока мы видим в один шар ты в 2 сноубол 4 сигил уже вкачан валрус панч в единичку ну и 10-3 натус винсер впереди до последний драк конечно вывел очень серьезный вперед на и приобретают себе крутые артефакты в частности помимо блинканы есть еще аганим появляется у разор уже йогер-клаб сверху пути от пока бы хвост из топовый над ворс на карте поставки просто все замечательные убивать такого персонажа невероятно сложно ну и снайпер снать покупайте гиперстоун и цветном йолнир дэнтеев не боится своими 853 хп длезть драки ну он надеется на то что действительно у него есть у него у него команды настолько огромное количество дизейблал то есть и фобос и габлак и йол там эти станы все остальное и он уверен что ему дадут возможность простоять с краешку и стрелять мы в принципе я тоже считаю что ему дадут возможность стоять с краешку и стрелять если каким-то невероятным образом импайр на него не доберутся как это сделать непонятно видим резолюшина который купился спинасом пкб вот таким вот способом решил как-то в драке не умирать и жить подольше интересный вариант очень интересный ну да интересный ну да ладно я считаю что это такое себе ну да будет он жить ну как с чем он будет жить ну как типа ультимейт разороть опалит на притяп болит и акс валит с помощью около плейда вообще плевать на твой пкб там ну да сварт бьет и спасет только от восстанов от вич доктора пьеса все да возможно да это хорошо там плазма филда еще спасет какой тоже плазма филд плазма филд так что хвост рефрешер и сначала бкб потом у хвоста действительно по артефактам все очень хорошо а тем временем и марат приобретает блинк даггер но блинк даггер это по моему не самое лучшее приобретение но опять то есть проблема в стайпере она остается постоянно и пара во что бы то ни стало до стайпер хотят добраться они хотят за его убить очень быстро и потом уже остальными разбираться получится вопрос один но если покупать блинки вообще на стайпер никак не реагирует то они в любом случае проиграют эту игру поэтому только вот такими действиями видим пытаются как-то как-то что-то сделать в замесе против этого самого раздавателя полчаса эти что-то в миде будет вырисовываться я уверен что-то должно вырисоваться обусы и не хвоста нельзя нырять просто нельзя два супер плотных героя который был танковать там просто у фобоса появляется уже crimson card да и 16 армора уже фобоса с фобос затягивается это вытягивает выноси до берет хосту у сайлета там много демжи уже сосали магнус хороший рп но что дальше а что дальше йоку обидеть нечем так нечем и вот он габлак иди сюда говорит йоку шрапнель и йоку тут сожалению никуда не уходит опять его добивают урной 5 его ел добивает урной нет это разобрался снайпер того шапнельку или просто . будет отдал нету демиджа нечем пить в 1 подставил сайрата на этом троллею его вы здесь демидж высосал тупо хвост даже после свапа кстати клика остался он не оборвался там просто минусовая атака была и даже не посмотрел сколько но наверняка даже больше в демиджи высыл хвост чем был у сальта изначально то есть все очень плохо действительно демиджи в этот реверс полярь стать было некому плохо все империи по-прежнему согласен не самый веселый расклад и так далее 13 счет казалось бы опять разгромность сегодня мы такой уже примерно видели но все было нормально было 14 4 после этого все закончилось пользу команды которой было 4 не 14 так что все были мини у кей пока еще держится данного пытается ли в чужом лесу месолог и бегать а тут дети а вот он дети а вот он 803 хп как бы и вот так вот оплатился деньги за свои 853 хп рано или поздно это должно было произойти и так далее так говорят в этом нам пишите чтобы уменьшили чувствительность микрофонов потому что залетают звуки отовсюду ребят если мы уменьшить микрофона вы нас вообще слышите будет не это том извините это лан если вам не нравится вы можете выключить звук и смотреть без звука или учите звуки игры в dota tv например лента лада проникать из атмосферы тоже круто ну да да это нам наоборот если чувствуешь как будто ты сидишь на лане и так далее вы хотите студийный эфир послушать ну включите канал starlader 4 там идет игра айджи против них со студии с издому комментируется там тихенько никакого шума зрителей никакого лишнего шума да мне тут тоже напрягает немножко звук того что там у сейчас идет в игре и джи противник пики какие-то непонятные фибры тут у нас слишком сильно или низкие частоты какие-то да да чтоб вы понимали если мы снимем наушники вот так и будем сидеть так как мы сидим друг другом разговаривать мы себя друг друга слышать не будем то есть нам мы только через наушники друг друга слышим и все но тут очень очень шумно вы должны сами понимаете полный стадион уже почти людей и здоровенной колонки ну как бы стандартный лан что ты еще могу сказать самый стандартный вам вам напомнит зимний dreamhack где мы сказали работали вот так как мы сидим сейчас а вот там где люди сидела просто 6000 человек которые орали вокруг сцены кс и от вот это было весело там был там и вообще ничего ничего не слышали попробуй переключить и называется отжимается пауза были какие-то небольшие проблемы собственно у одного из игроков и все решилось все очень хорошо разрешилось и мы сами стартуем после положительной паузы закончим мы на том что снайпер отъехал и вот уже первую проблему ты начинает вырисовываться за этого блик даггера от соли то то просто одному ходить теперь да ни в коем случае нельзя ну что же сайлент сайлент на tower пошел по чуть-чуть есть глиф сайлент такой наглый вообще еще бегать с этим к больным а тут плюс 11 брони у него дополнительные того 22 как бы скисерона практически блокирует а 50 процентов 57 круто сурки его будет забрать сложно под этим к больным да ну а у нас у нас сейчас на веток мая должны опять собираться до кучки как-то пытаться подраться а кстати обратите внимание на ела и на его артефакты что у него там а уел откуда как у ела фактически готова гоним я не знаю стенды нам ли будет дальше ел но на этом турнире пока ел играет явно лучше чем все остальные игроки команды navi никого не обижу я думаю если так скажу а но по-моему действительно ловы получается просто очень хороший турнир окно что пока фармят рошана ребята из нави мы видим хвост фармить себя бкб в миде у с бкб хвосту вообще по моему ничего не страшно правильно ну да типа даже если сжимать его в рп он не будет страдать от зевса от прокаста венджи full spirit и всех остальных то есть тролль сурки будет очень долго пить на статик линк и все и пей хоть до утра меня можешь мне еще спинку почеши мне там под ребрами то есть приблизительно так она и будет выглядеть да ребят параллельно кстати также если кому совсем интересно в лузерах идет еще один матч в лузерах играет рэй против redemption к сожалению стрима этой игры нету только на филиппинском телевидении вы можете найти а минески тв но там пока рэй выигрывает у тебя там тоже на были там драка за седьмое место так понимаю да 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 вот это тире ним империя нас подпушил топ-линию довольно серьезно хвост пришел дефать пока башка не уже имеется нового себе сумма нашел салит на этот раз он кабель то променял на в жака волков это более стандартный суммон для тролл варта понимаем конечно конечно тут про рэй я вспомнил потому что победитель пары рэй в redemption играет с проигравшим пары empire navi сегодня сразу же после игры empire navi и эту игру мы будем смотреть в любом случае будем смотреть не эту игру мы может и не будем смотреть то есть тут тут надо было узнать нам что параллельно будет финал виноров и параллельно будет матч в лузерах то есть нам надо будет шить какую игру мы смотрим какую игру мы не смогли смотреть по понятное дело что снизу алохи траблы артур ловили слушай как облаку на шейкере ваще ни одной претензии кстати вообще ни одно один раз я видел офисуры не перекрыл дорогу зевсу вот здесь не было такого было я видел просто офисуры нету ринжа такого чтоб перекрыть и так далее да ну пока навят игру очень круто претензий практически никаких нет к империи есть небольшие вопросы в плане исполнения этого пика потому что видели мы хорошие реверс полярити от йоку но мы не видели и хорошие драки в исполнении команды под это реверс полярити за первых зачем зевс зачем зевс пока вообще никакой реализации сани да он фармит у него есть аганим у него появляется бкб вроде плот и вроде толстый но 0 1 2 27 минут для зевса соломит это очень мало ты посмотри где находится дэнди сейчас где находятся его тиммейты он вообще страх потерял что ли я не понимаю вот он вот только что заформил весь чужой лес чужие линии тогда и там те время хвост цепился опять отрезает опять отрезает габак и все таки станут успевать сделать линкаут последнюю секунду когда-то откатился это блинг дагерного заезал и убегает убегает а чудо буквально спасло по поводу сайте снайпера но тут дэнди знают что у него есть оегис плюс он теперь уже точно будет выфармливать себе пока башечку чтобы жить подольше это не 1000 хп уже это 1300-1400 уже куда не шло так что все пока вот идет как надо у него на творц правда четвертый только на карте он уступает зевсу который с медасом ну и топ фармером собственно этой игры то есть двум керри героев а то опять тем временем через рп фобоса будут разбирать фобос из никто не спасет хороших враг до империи отлично вот на этот раз очень хорошо вошел сайлент и тут просто без шансов для фобоса еще через ультимейта зевса ну вот так вот и надо вот так и надо постоянно делать вот только у империи опять-таки из-за пика нави проблемы с реализацией саппортом то есть ну если если бы там был любой другой пик до влетающий на тебя тускар свинкой это проблема если ты играешь против бич доктора у которого уже имеется аганим это беда ел конечно просто красавчик но если удастся за месте поставить хорошую палку эту которая будет стрелять позже что произойдет там с империи это будет грязь она подумаем кто может сбить то есть драка началась врывается магнус естественно что ел будет давать после реверс полярити свой the smart ты ставишь венга и зевс молниями все больше кто сбить не сможет ну да то бишь большие шансы ел что the smart прокастовывается на полную и даст но максимальный дэмэдж который только есть по этот сварда врывается в тире не салют очень опасно пошел увидел два столового по развернулся убежал уже появился венем фобос фобос тоже очень хочет бкб он понимаешь что если будет бкб в принципе такие же вещи как на топе все равно будут происходить от этого не спастись как бы тролль если вгрызется то явно не отпустит в принципе реверс полярити можно делать какие-то соло фраги и вот империя забегает про дрп пока нету на самом деле хочет кого-то убить и на топе есть фобосы опять фобоса просто через за батл транс фобос страдает фобос минус а на вита перестали играть нави совсем перестали играть они ходят они что-то формят и сейчас облака еще могут поймать blink silent настолько упростил игру о империи они начали действительно просто-напросто носиться по картинке так вот что это на вяческой второй раз могут убить йоку давай по таймингу скивер нет по таймингу скивер по таймингу скивер не по таймингу йоку ай-яй-яй не попадает немного масло и мы идем не смогли догнать и в итоге еще йоку расстреливает здесь лентит понимаешь что сквера нету штат избивать blink и прогоняет его так серьезно здесь тролль здесь тролль облака отрезал йоку габлак ультует потому йоку йоку погибнет его слабо это хайграунд йоку погибает здесь уже разор проблема как она погибла разор набаливает флай очень вольно и алоха сможет сделать blink аут или нет вот бкб зачем-то включил нет алоха блинкаут сделать не сможет там silent против йолу йол ставит десвар но сайлент его просто развалил тут пвп тут по моему сайлент проиграет у хвоста до 3 в 3 получилось вообще типу импери должно было быть немножко покруче здесь все то есть они должны были 1 врываться вот в том моменте когда сайлент водиста хайграунд залез темой контрол его надо было прыгать его надо прыгать веса и с раскастовался полностью в магнусе фактически выключил его из драки если 1 ваша солен то бакс был бы жив и все пошло бы как по маслу уже в этом отка открылась уже аэрозоль это уже аганими рефрешера попахивает аганим рефрешер это такая проблема для на виду до проказ серьезный на самом деле как бы даже елу будет очень сложно жить своим аганимом одним только а ему надо будет сейчас еще что-то дотаривать какой-то бкб или что-то такое не знаю попытаться хотя бы чуть-чуть жирнее стать потому что два ульта зевса он не переживет да мы говорили о том что как будто зевс бесполезный ну блин вот так на секунду представить какой минуте какие артефакты он вывозит и ну прям машину для убийств реальная проблема команда navi это вот здесь который уформить себе рефрешер есть аганим что делать этим резолем совсем ясно у него будет по 2000 хп это это жестко что-то 32 минута игры идет 16 9 пользу navi счет на данный момент по деньгам они совсем чуть-чуть выигрывают уже на преимущество было огромное но осталось на две с тысячи дорогие 2 там ты тысячи даже не осталось уже и вот так вот имперцы переворачивает просто за счет череды хороших врывов от сайлента с блинком на браке с блинком тот который не должен атаковать а вот теперь скаде и 19 300 у сайлента время как 16 500 у хвоста да у хвоста 604 у хвоста готовится батерфляй и заставит он сайлента покупать что-то другое бака бэшечку понятное дело рано или поздно но а вот тут кстати если не спалится часто и может быть все очень хорошо когда стоит смоке какой же хороший байт сейчас может быть и отпрыгивает попавил гибриду тройка пока ты смотри что происходит позже станет какой-то нереальный просто это нечто это просто не что-то конечно продолжается пытается снести суппорта без шансов просто сайлент долю секунд успел прожать блинг из-под врыва акса и все и драка пошла на и под откос вот это легкие минус 5 это может что если бы он не успел все все 05 было вообще без шансов как он среагировал я не знаю но он просто впрыгнул выпрыгнул из персек скол и все и сайлент делает ультра келла зарабатывать нереальное количество денег но они друг другу на встречу фактически блинковались по вас сайлента сайлент фобоса и просто пролетели мимо в воздухе но вот оказался сайлент там где надо по вас явно не там где надо и ничего не смог сделать шейкер ничего не мог сделать ведь доктор понятное дело то же самое со снайпером ну и empire переворачивает эту игру и выходит вперед разор вынужден был сделать байбэк чтобы засейвить свою линию у хвоста все внезапно стало очень плохо бабочки можно забыть на ближайшие минут я не знаю до 5 . ну да 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 это жесть вот как кто-то решают то ли секунды треть секунды я не знаю четверть секунды этого просто один клик кто-то правильно кто-то там чуть-чуть неправильно и в итоге не попадает тролль под берсеркер скол не допрыгивает просто бисерки скол и все он остается и а дальше шейкер стоит далеко вещь доктор стоит смоки далеко просто стан палка и расстрел такой что угу а график просто так так выглядит взорвался реально график взорвался ну по дикам правда не так видно 5000 всего лишь чтобы experience там ну просто взрыв причем с учетом того что до этого empire тоже потихонечку камбэч или делали хорошие вылазки суммарно получается что ну вот empire на дистанции очень хорошо вот есть салят габлака ведь кто в соло пошел развалька облак страдает позже хвост стоит на месте пол раз панч хвост вот ты посмотри этот роля он просто машет руками а че ему а ему норм минус хвост хвост без байбека также у нас как мы видим товарищ шейкер тоже отправился отдыхать в очередной раз ну и что что дальше делать на вид в этой ситуации а уже не ясно а уже а уже по-моему поздно думать уже второй карте что ли потому что что тут как-то тоже надо думать о второй карте потому что тут уже действительно уже поздно появится рошан причем появится тот момент когда не будет скорее всего разора целую минуту без байбек у нас хвост будет сидеть в таверне мы говорили о том что пять минут он будет без бабочки где-то будет действовать из бабочки потому что это забей он просто такой минус ушел по деньгам он скатился четвертое место по нетворсу меньше чем снайпер нафармил получается кстати в лузерах случилась маленькая сенсация потому что тим рэд дэмпшин убили рейкрывают у рэйф и рэйф вылетает с турнира она рэйф много надежд возлагалась они сына это как дрались да ну вот может быть что морально действительно это их прибило что они дрались и их сразу же посадили играть на бэкстейдж best of 1 и вот так вот ну и рэд дэмпшин ждут своего соперника соперником рэд дэмпшин будет команда которая проиграет в этом матче то есть либо нави либо empire ну там да там рэд дэмпш конечно нужно будет сотворить еще одно чудо такое чудо побольше даже нежели против команды они уже играли два по двадцать вы стали ломает спокойненько медлинию ломает т2 и есть у него егис покупает себе рецепт на сатанник собственно сам сатанник он уже может приобрести но пока деньги оставляет и это хайграунд заход как-то я буду драться пока батл хангар на соли то пытается прогнать и подпускать к своим строением не забываем что хвостом посту погибать ни в коем случае нельзя ли по-прежнему кулдаун на байбеке ну тут тут хвост должен стоять далеко но опять таки тут вопрос том будет ли сайлент врываться или они будут вот так вот по чуть-чуть заходить дамажить дамажить тогда я так смотрю и думаю а зачем вообще в этой тузка я на тузкар рубил два раза витч доктора да 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 было дело было но он когда разор убивали валрус путь читал держал на месте раза так что тоже есть да ну то есть действительно полезный полезный я бы сказал очень очень полезный блин смотрю на этот порт салента это что-то с чем-то 26000 отрыв от любого кур герой navi 836 гпм это вообще за облицом часа и рефрешер аганим урызоля а вот теперь ребятки давайте с вами общаться по-другому немножечко а сейчас просто рекомендую смотреть на то что происходит с хп барами команды navi с вас там например поста разобрали персискал пока будут спасать так уже погиб как погиб снайпер а там там айрат пришел айрат придав порядок на вт все минус 4 уже фото минус 5 без шанса минус 5 это кгвп право просто сайлент и империя они провалили старт игры и умали все было отлично но нами когда вот выглядит у драку 40 к расслабились 50 не получили даггер и потом еще выиграли не драку и все было настолько круто что они расслабили булки они пошли формируют какую-то фигню и пакет хайпер пакет фобус дважды и все как бы разломался empire их просто-напросто переиграли кто-то подумать молодцы имперцы 10 они ведут в серии ну и вот теперь задача нами что усложняется вообще до предела то что выиграть у империи дважды ну да удавалось немногим в последнее время скажем честно и откровенно а ну что мы с